Всем привет! Я рад видеть вас на моем канале. И я опять, опять запускаю новую рубрику. Я надеюсь, она вам понравится, потому что я долго над ней старался, думал, как бы разнообразить контент на моем канале. Вы просили, и я сделал. Эта рубрика будет называться «Разборы клипов». И, как вы поняли, по названию в этой рубрике мы с вами будем разбирать все скрытые или же какие-то подсмыслы в видеоклипах зарубежных, или даже, может быть, российских звезд, я не знаю, в любом случае. Я надеюсь, вам понравится эта рубрика. И первый выпуск я посвящаю песне и клипу Леди Гаги под названием «Алехандро». Потому что многие, как я вижу по реакциям, считают этот клип обычным, пафосным клипом, где Леди Гага меняет костюм и танцует. Но это совершенно не так, у этого клипа есть подсмысл. Есть глубокая такая тайна, заложена в нем. И сегодня, собственно говоря, мы с вами его разберем. Но прежде чем мы разберем этот клип, пожалуйста, подпишитесь на меня. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь и вступите в нашу большую и дружную семью. Ну а после того, как вы подписались, мы можем приступать к разбору клипа. Поэтому давайте поскорее начнем и погнали! Итак, ну а теперь вам будет вещать мой закадровый голос. Сразу хочу предупредить, что я для этого видео находил мне нужную информацию на различных сайтах. Поэтому, если я использую чьи-то теории или же просто информацию, то обязательно откликнитесь внизу в комментариях, и тогда я укажу вас в соавторстве. Но в любом случае, если кто-то заметит какие-то теории или же просто информацию, написанную ими, обязательно, обязательно напишите мне внизу или же в личке в инстаграм. Я обязательно вас укажу. Ну или же просто я очень благодарен вам за то, что вы помогаете в развитии моего канала. Поэтому большое вам спасибо. Ну а мы, собственно, давайте уже наконец-то перейдем к сюжету клипа Леди Гаги Алекхандро. Итак, давайте начнем сначала с названия. Алекхандро. Кто он? Единственный Алекхандро в жизни Леди Гаги, ну, который нам известен точно, это Александр Макуин. Он повесился 11 февраля, якобы не пережив гибель матери 2 февраля. К чему именно он? Если взять комментарии Гаги о клипе Алекхандро. В этом клипе я высказываю всю свою любовь к людям нетрадиционной ориентации. Я склоняюсь перед их чувствами, перед тем, как они умеют любить. И я их люблю, люблю всем сердцем, но я им не нужна. Следовательно, эта фраза также может и адресоваться самому Александру Макуину, так как Александр Макуин являлся человеком с нетрадиционной ориентацией. И, следовательно, из фразы, которую сказала Гага, можно понять, что она любила Макуина всем сердцем. Но он ее воспринимал только как друга. И вот здесь-то и заключается любовная линия, которая пронизывает весь клип. Гага очень любила носить наряды от Александра Макуина. И это как раз объясняет мрачные наряды в самом видеоклипе Алекхандро. То бишь, Леди Гага показывает, как много значат для нее наряды от Александра Макуина. Далее давайте поговорим про вымышленный мир клипа. Мир некого тоталитарного фашистского режима, характерной чертой которого является гомосексуальность. Вначале мы видим, как за столиками дремлют молодые люди в странной одежде. Одни в форме, подозрительно похожие на эсэсовскую. У других от этой формы осталась лишь фуражка в сочетании с колготками-сеточкой. Затем с помощью очень жесткого и агрессивного танца с элементами маршировки подчеркиваются другие характеристики этого мира – милитаризм и брутальность. Дальше – похороны. Несколько мужчин несут гроб, в котором, по идее, лежит Алекхандро. А впереди идет Гага, которая несет его сердце. Она не просто так его несет, да еще и на махровой подушечке. И сердце нашпиговано гвоздями и всякими иноронными включениями. Это значит, что Макуину перед смертью пришлось очень не сладко. Умерла его мать. Вдобавок к этому и плохие отзывы критиков насчет его последней коллекции. Далее нам представляют женщину в черном. Это единственная женщина в клипе, которая носит головной убор, похожий на корону. Она взирает на мужские танцы со стороны. Так можно предположить, что перед нами правительница этого фашистского государства – Черная Королева. Глядя на агрессивный танец, королева вспоминает погибшего возлюбленного. И ее слова полны печали. Я знаю, что мы молоды и что ты, возможно, любишь меня. Но я больше не могу быть с тобой так, Алекхандро. Героиня клипа разрывается между желанием быть чистой и непорочной, как монахиня, и физическим влечением к мускулистым красавцам. Она то предается с ними пороку, то отказывается от их общества. Не хочу поцелуев, не хочу объятий. Далее откровенные сцены, имитирующие сношение. Макуин был открытым геем, а геям присуща жуткая полигамность. Так Гага показала это таким образом, что якобы насиловала каждого, причем удерживая их кнутами. У нее много знакомых и друзей геев, но она им не нужна, нужна только как друг. Вот это и объясняет фрагмент, когда танцоры толкают Гагу друг к другу, так как никому она не нужна. И поэтому единственный выход для нее это раскрыть себя, свои чувства. И поэтому она оголяется перед ними. Таким образом она якобы призналась им в чувствах. Кстати, я хочу отметить, что в этом клипе реально ей сделали какой-то ужасный макияж. То есть, мне кажется, ну конечно, это понятно, что это было специально, но все-таки очень даже стремно она выглядит в таком виде. Особенно вот тут, да уж. Не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет, но как бы ей вообще не идут такой макияж, такая прическа и такой вообще внешний вид. Она выглядит как страц, еще какая-то поношенная, в общем, ма. Далее Леди Гага с каким-то мужчиной лежат на кровати. Точнее, мужчина сидит, а Леди Гага лежит. И Леди Гага ждет от него каких-то действий, но этого не происходит. И в итоге, не дождавшись, она тлеет. Ну что, теперь мне хочется отметить, что это одна из моих самых любимых песен Леди Гаги. И самый любимый клип, прям самый любимый. Мне нравится здесь очень сильно скрытый смысл, хореография. Единственное, что мне здесь не нравится, это внешний вид самой Гаги. Это просто пипец на самом деле. Можно было как-то получше сделать. Но мне кажется, что именно в этом клипе она хотела, чтобы ее сделали как-то достаточно стремновато. Потому что, в принципе, концепция клипа в этом и заключается. Он достаточно стремный и такой... Холонный, я бы сказал. Да и в стиле холонном он сделан. Поэтому, да, вот так вот. Короче, в итоге я хочу вам посоветовать очень посмотреть этот клип. Ссылка будет внизу в описании. Или же вы можете просто зайти на официальный канал Леди Гаги. Там все клипы. Он один из самых популярных. Там на третьем, по-моему, месте. Имеет уже свыше 300 миллионов просмотров. Поэтому это очень круто. Поэтому перейдите и обязательно посмотрите его. Ну, а я надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы поставите ему пальчик вверх и подпишитесь на мой канал. Я вас всех очень жду. И, конечно же, ждите новых разборов, клипов на песни ваших любимых исполнителей. Ну, а чтобы я быстрее снял эти разборы, пожалуйста, подпишитесь на меня. И напишите, пожалуйста, под этим видео клип, название клипа. То есть и исполнителя, и имя исполнителя. Чтобы я, собственно говоря, сделал разбор на этот клип. Рассказал про смысл и так далее. Если он, конечно, есть. Просто множится клипов, в которых действительно нет никакого смысла. Поэтому я с вами прощаюсь. Увидимся в новых видео. И всем пока-пока-пока. Муа!